Сведения о новых собственниках в открытом доступе. Любой желающий может ознакомиться с ними на сайте Единого государственного реестра юридических лиц. Раньше структура жилфонда выглядела так. В группу входят семь управляющих компаний, а сам жилфонд почти поровну разделен между тремя российскими гражданами. Это Борис Черкасов и Андрей Масловский, жители Красноярского края, и Дмитрий Шамрин, проживающий в Москве. Теперь же доли распределились так. Андрей Масловский оставил за собой 1%, 33% получила хакасская сервисно-ремонтная компания, столько же приобрела сибирская генерирующая компания. Обе они утверждают общественники, своими корнями уходят на Кипр. И, наконец, последняя треть записана на ООО «Березовский мостик», собственником которой является фирма Сейшельских островов. Роман Казаков говорит, такие неофициальные схемы давно призывает запретить президент России. Они же не запрещают хранить деньги за рубежом, но они говорят о том, что если вы зарабатываете деньги в России, то они должны оставаться в России. На расчетных счетах компаний Российской Федерации, на счетах банков Российской Федерации, оставаться в экономике Российской Федерации и здесь работать. Если деньги после того, как они в России были заработаны, выводятся куда-то в офшор, это означает о том, что они не работают на российскую экономику, они работают на экономику других стран. Эксперты объясняют, нельзя сказать, что все налоги от жилфонда будут уходить за рубеж. Например, налог на доходы физических лиц платится по месту жительства работника. Налог на прибыль по месту осуществления деятельности компании. То есть они в любом случае останутся в местном бюджете. А вот налога на дивиденды город точно не досчитается, если конечный владелец активов живет за рубежом, считают депутаты горсовета. В этом году мы уже имеем серьезные проблемы с городским бюджетом. У нас порядка двух миллиардов рублей организируется дефицит городского бюджета. Если тенденция будет продолжаться, если в государственной собственнике будет терять свои позиции, и все больше и больше костянских активов будет уходить к собственникам и других юрисдикций, неважно, в Москву, либо на какие-то офшоры, тем совершенно очевидно, что налогов город Костяняк будет получать меньше. А вот коллега Константина Сенченко по горсовету Александр Глесков уверен, нет никакой разницы, кто в итоге владеет жилфондом. Просто потому, что ни прибыли, ни соответственно дивидендов им не видать. Там нету прибыли как таковой. Ну и ее не может быть, если в историю мы все вспомним, то у нас все управляющие компании, по сути, банкроты. Потому что есть недобор с жителей, он есть всегда. Это может быть и 10%, и 50%. Поэтому у них не образуется ни прибыли, ни дивидендов, ни по закону, ни по факту. В самой сибирской генерирующей компании согласны с мнением, что о прибыли речи нет. Потому что пока нужно гостить миллиардные долги, доставшиеся в наследство. Информацию же о возможном учредителе с Кипра не подтверждают, но и не отрицают. Здесь призывают оценить компанию по делам, а не по словам других людей. А заявление о переводе в офшоры называют провокацией. Отрасль ЖКХ, отрасль энергетики – это одна из самых острых отраслей на сегодня. Там очень много острых вопросов. И я думаю, что можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем этих острых вопросов будет не меньше. И очень важно, чтобы разного рода сообщениями кто-то не набирал себе политические очки. Но как бы то ни было на самом деле, эксперты отмечают, главной задачей для законодателей должен стать возврат средств из офшорных компаний в российскую экономику. Анна Московских, Максим Галат, Алексей Гусев. Новости.